Хочу сразу предупредить, что сегодняшний влог не для впечатлительных и нежелательно его смотреть во время приема пищи. Всем привет, ребята! Сегодня у нас среда, 19 июля. Начинается мой день с похода в клинику, в ветеринарную клинику. Несу фикси-какал, потому что у него снова расстройство. Я не могу понять причину. Снова понос и слизь и даже кровь. Вот, вот, бегу, чтобы успеть с утра сдать-ка программу. Полночи не спала. Лешка заснула, я все мониторила. Бедная Одесса. Это мрак вообще какой-то. У нас там в Одессе много переселенцев в Старецкое. Вот я списалась с некоторыми из них. Они в шоке. Все. Они уже две ночи не спят. Идет обстрел. Бесконечный. Куча разрушений. Куча домов пострадала. Есть раненые люди. Вот такой вот мрак. Все. Я побежала. Вечером должен быть результат анализов. Вот, ребятки, была в этой клинике. Сдала-ка программу. Заплатила 200 гривен. Сегодня вечером, либо завтра с утра будет результат. Врач самое первое, что заподозрил, это лямбли. Лямбли, потому что те препараты противооклистные, которые мы даем каждые три месяца, они не действуют на лямбли. При лямблиозе нужно проходить курс лечения в течение трех недель. Вот такое дело. Будем смотреть. Потому что несколько дней стул нормальный, потом опять слизь и кровь. И мы просто не могли никак подгадать, чтобы с утра это случилось. У него обычно это вечером происходит. А вечером кал не сдается. А хранить его, ну, лучше его не хранить. Лучше свежий. И вот он сегодня с утра сходил в туалет. И в туалет сходил плохо. И я бегом сорвалась. Думаю, пойду сдам. Ой, господи. Ну, в общем, вот так. Приготовила завтрак. Самый простой. И приготовила сырники. У меня закончилась пшеничная мука, поэтому добавляла сюда кукурузную. И видите, края такие, немножко потрескавшиеся получились. Но на вкус это никак не повлияло. Сырники вкусные получились. Всем приятного аппетита. А кто тут такая сладкая девочка? Мерси. Ты спишь? Моя хорошая. Моя девочка. Ты спишь, да? Моя сладкая. Ты спишь? Моя хорошая. Моя хорошая. Фиксик пришел. Фиксик, как ты себя чувствуешь, а? Серунчик. Ну что, мы тебя вылечим. Мерси, тебя Фиксик пришел греть. И Алиска тут. Вот так. Вот так. Что такое? Что такое? Фиксик. Фиксик. Болит животик, да? Болит животик. И так, как и обещала, рецепт из кабачков. Сегодня это будут вкусные наггетсы из кабачков. Что понадобится? Три кабачка. Их помыли. И нужно очистить от кожуры. Чем сейчас и займемся. Теперь отрезаем хвостик, кончик и делим на три части. Вот так. Теперь напополам. Добавляем соль. Перемешиваем. И оставляем, чтобы кабачок пустил сок. Тем временем, в мисочку вбиваем три яйца. И добавляем любимые специи. У меня это будет копченая паприка. Черный перец. Сухой чеснок. И немного куркумы. Перемешиваем. Теперь нужно на мелкую терку натереть 150 грамм сыра. И еще нам понадобятся панировочные сухари. Тоже 150 грамм. В широкую тарелку высыпаем их. Добавляем сыр. И нужно аккуратно перемешать. Кабачки пустили сок. Его нужно слить максимально. И теперь смотрите, что мы делаем. Противень застелила ковриком. Либо пергаментной бумагой. Что у вас есть. Берем кабачок. Окунаем в яйце. И теперь окунаем хорошо в панировочных сухарях и сыре. Обильно, обильно. Выкладываем на коврик. И так поступаем со всеми кабачками. Первая партия готова. Отправляем в духовку. 220 градусов на 15-20 минут. Они должны хорошо подрумяниться. Моя духовка справилась за 10 минут. Так что обязательно внимательно наблюдайте. Посмотрите, какая красота аппетитная получилась. Люша сказал, похоже на сороконожки. И приготовила еще соус. Сметана, укроп и чеснок. Перемешиваем. Я еще не пробовала. Сейчас вместе с вами мы это сделаем. Вторая порция у меня уже в духовке. Много получается. Ну что, попробуем. Дегустируем. Это так вкусно. Хрустящая корочка. Внутри мягенький кабачок. Он даже получается немного аль денте. Такой тоже хрустящий. Ммм. И по соли великолепно. Ой, как это вкусно. Аппетитно. Супер. Правда. Очень легкий рецепт. Единственное время тратится, чтобы обмакнуть в яйце и потом панировочные сухари и сыр. Вот на это я потратила минут 15. Но оно того стоит. Правда. Это и красиво. Можно даже на праздничный стол подать такую закуску. Очень вкусно и быстро в приготовлении. Так что пользуйтесь этим рецептом. И не забудьте мне поставить лайк, если вам понравился этот рецепт. Спасибо. Пришли результаты у Фиксика простейшие лямблии. Необходимо лечение. Завтра нужно идти к врачу. Он назначит его и расскажет, как поступать с другими животными. Потому что лямблиоз может протекать бессимптомно. Вот так. Результат улицы. 10 лет. За 10 лет первый раз такая история с Фиксиком. Хотя, если протекает лямблиоз бессимптомно, мало ли. Ну, не знаю. В лямблиоз проявляется апатией, отсутствии аппетита, снижением веса. Таких симптомов у Фиксика не было никогда. Да и сейчас он не корм кушает хорошо. Если ему дашь мясушко, творог, сыр, он с удовольствием скушает. А вот с кормом, да. Корм перебирает постоянно. А так настроение у него хорошее. Он нас встречает. Он веселый. Он играет в мяч. У меня закипела кастрюля. Воду нам так и не дали горячую. Нужно позвонить, кстати, на горячую линию, узнать, что там с ремонтом продвигаются, как дела. Хочу сказать, у Торецки сегодня снова шумно. То тише, то громче. Особенно район Беса. Слушаю целый день. Есть электричество, неплохая связь, но шумят. Ребята, война набирает такие масштабные обороты. Она выходит за пределы воюющих стран. И мне, честно, страшно представить, что ждет. Например, жителей многих стран Африки. У них и так там жизнь не сладкая. Мир сошел с ума. Что же они творят? Нет слов. Я всем желаю мира. Мирной ночи. Одесса, держись. Увидимся с вами завтра. Всем пока-пока. Продолжение следует.